В эфире новости Карелии в студии Юлия Бараева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Проектное решение по укреплению склона Шпунтом разработано. В течение месяца устройство в районе церкви будет завершено. Склон у церкви Иоанна Богослова в Петрозаводске временно укрепили из-за угрозы обвала. Парад Дома ветерана и вручение медали. Участника Великой Отечественной войны и сортовалы поздравили с Днем Победы. Сегодня здесь на ВДНХ свои отношения официально регистрируют более 150 пар из разных регионов России. Среди них и петрозаводчане Виктория Павел Ермолаевы. С ними пообщалась наша съемочная группа. Обрушающийся склон у церкви Иоанна Богослова в Петрозаводске временно укрепили. Об этом рассказали сегодня на планерке в мэрии Петрозаводска. По словам начальника информационно-аналитического управления администрации города Анники Сильченко, решение об установке временного укрепления было принято подрядчикам 9 мая. В тот день в соцсетях жители корейской столицы выразили обеспокоенность за сохранность церкви. Работы проводились в ночь на 10 мая и днем 10 мая. У храма установлено временное металлическое ограждение. Проектное решение по укреплению склона шпунтом разработано. В течение месяца устройство в районе церкви будет завершено. Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора. Он обвинялся в получении взяток от представителей коммерческих организаций, которые занимались недропользованием на территории Карелии. Осужденный чиновник за деньги беспрепятственно согласовывал планы развития горных работ, оказывал содействие при проведении проверок и получении положительных актов этих проверок. Всего суд учел 21 преступный эпизод. Размер взяток составлял от 30 до 150 тысяч рублей. Приговором суда бывший замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 10 миллионов рублей. Кроме того, два года и 9 месяцев ему запрещено занимать должности государственной службы в органах местного самоуправления, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. Участнику Великой Отечественной войны Сергею Михайловичу Голунину из Сартовалы вручили юбилейную медаль 95-летия ДОСАА в России. Он стал одним из первых выпускников школы, где готовят военных водителей. Для ветерана был организован концерт, выступали юные артисты из Сартовалы. Подробности в нашем репортаже. Юные певцы из Сартовалы, несмотря на северный ветер и снег, выступали в сценических костюмах как профессиональные артисты на большой сцене. Среди них Арсений Волков, воспитанник местной музыкальной школы. Мне очень понравилось. И главное, прежде всего, петь перед ветераном. Он столько всего сделал, и это большая честь для меня. И я очень горжусь, что именно меня, именно с этой песней, именно сейчас. Акция «Парад у дома ветеранов» в первые дни мая стартовала по всей стране. В Сартовале чествовали 98-летнего участника войны Сергея Михайловича Голунина, который смотрел праздничный концерт с балкона. Сергей Голунин ушел на фронт в 17 лет. Войну закончил на 2-м Дальневосточном фронте в 183-м стрелковом полку. День Победы я встретил в Хабаровске. Я там служил с 43-го года, был призван, был в Готской области. И вот митинг, я забыл тогда, маршал там, по-моему, Малиновский там был. Ну, Малиновский там, ну, знаете, войска все тут на площади в Хабаровске, ну, знаете, торжество было. Выпросили, да? Да. Очень весело, радостно, конечно. На фронт Сергей Голунин ушел после окончания водительских курсов ДОСААФ. Он стал одним из первых выпускников школы подготовки военных водителей. В преддверии Дня Победы председатель карельского отделения ДОСАВ Валерий Таборов вручил ветерану войны юбилейную медаль и памятные подарки. После войны Сергей Михайлович переехал в Сартовалу. Здесь жил его друг, с которым они служили в армии вместе 7 лет. Ветеран вспоминает, что город тогда был закрытым и без специального пропуска было не устроиться на работу. Пропуск оформили. С тех пор Сергей Галунин стал жителем Карелии. Наш герой проживает в приграничном городе вместе со своей дочкой Ольгой, которая ухаживает за ним. Он богатый дедушка и прадедушка. У него 6 внуков и уже 12 правнуков. Партизанку Татьяну Родину посмертно наградят за отвагу и героизм. В 1942 году она погибла при выполнении боевого задания. О подвиге женщины лишь недавно стало известно благодаря работе поисковиков, сотрудников архива, родственников погибшей. С инициативой награждений выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом он рассказал на праздничном концерте 9 мая. Наши поисковики низким поклон. Буквально на днях мы отправили представление о награждении нашей землячки Татьяны Федоровны Родиной. Она в 1942 году осталась прикрывать наш партизанский отряд, сказав, ребята, уходите, я вас прикрою. Ей было 20 небольшим лет, она была ранена. Концерт «Моя семья, моя Россия» в музыкальном театре Карелии открыла песня «С чего начинается Родина» в исполнении артистки из Республики Татарстан Марии Мальковой. В программе были выступления музыкантов из 12 регионов нашей страны, от Калининградской области до Чукотского автономного округа. На концерт пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и участников специальной военной операции. Участников эстафеты Победы наградили в Петрозаводске. Забег традиционно проходит 9 мая уже больше 50 лет. В нем участвуют школьники, студенты и трудовые коллективы. Гонка стартовала на площади Кирова, спортсменам предстояло пробежать до улицы Энгельса и обратно к главной праздничной сцене. Тему продолжит Илья Лопыхин. Данил Солодов бежит первый этап эстафеты Победы. В команде 10 человек – лучшие спортсмены третьей школы. Стартовать сложнее всего. По словам Данила, придется вырывать преимущество с самого начала. Вы легкая ответственность снимаете? Нет, я сам боксер вообще. Поболеть за Данила пришел его отец. Сергей рассказал, что старается не пропускать ни одного выступления сына. Он считает спортивные мероприятия на День Победы обязательными. Важны обязательно, конечно, чтобы и воспитывать в детях патриотизм и здоровый образ жизни. В эстафете приняли участие 112 команд, более тысячи человек – школьники, студенты, спортклубы и трудовые коллективы. Институт физкультуры, спорта и туризма ПетерГУ – фаворит состязаний среди вузов. 8 из 10 спортсменов – профессиональные легкоатлеты. Первый этап бежит мастер спорта, член сборной России Зоя Киселева. С самого начала физвоз не оставил конкурентам шансов и забрал кубок в номинации. Маршрут праздничного забега проходил по центральным улицам Карельской столицы – 10 этапов длиной около 3 километров. Эстафета Победы проводится уже более полувека. Первая была организована в начале 70-х годов. Илья Лопухин, Алексей Локтев, Служба новостей Социальные рейсы с Петрозаводска на остров Кижи запустят в конце мая. А в Парке Победы появится дубовая аллея. Поучаствовать в посадке приглашают всех желающих. Об этом и не только расскажем в рубрике «Коротко». Строители завершили фундамент будущей поликлиники на Куковке в Петрозаводске. Сейчас рабочие заканчивают устройство монолитных стен цокольного этажа. В подвальных помещениях заливают бетонные полы. Туристы с двумя детьми перевернулись на каяках на озере Лососинное. Пострадавшие выбрались на берег самостоятельно, обошлось без серьезных травм. У девочек переохлаждение. У одной из них были симптомы ОРВИ, родители отказались от госпитализации детей. В Парке Победы в Петрозаводске появится аллея имени академика Ивана Бородина, одного из основоположников заповедного дела в России. Горожан приглашают на торжественное открытие и закладку дубовой аллеи 14 мая в 17.00. 24 мая запускают социальные рейсы по маршруту Петрозаводск-Кижи-Петрозаводск. Метеоры будут ходить трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Активисты молодой гвардии провели рейды в районе Ключевая в Петрозаводске и очистили контейнерные площадки от автохлама. Всего волонтеры вывезли около 800 старых шин. В республику придет долгожданное тепло. В Карельском гидромедцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе. По информации синоптиков, после затяжного похолодания температура вернется в климатическое русло мая и даже превысит норму на 2-4 градуса. 13 и 14 мая ночью сохранятся слабые отрицательные температуры воздуха, а в последующей ночи составят от плюс 2 до плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9, плюс 14, а 15 и 16 мая до плюс 17, плюс 22. Немного прохладнее будет на крайнем севере и вблизи крупных водоемов. Ближе к выходным атмосфера стабилизируется, осадки сойдут на нет. Появится солнце, прогревая воздух в дневные часы до плюс 15, плюс 20 градусов. Медведя недалеко от населенных пунктов заметили сразу в нескольких районах Карелии. Весна в самом разгаре и бурый медведь, почувствовав тепло, выбирается в своей берлоге, написали в Лохском центральном лесничестве. Жители поселка призвали быть осторожными при посещении прилегающих лесных территорий. Видео с хищником опубликовали жители Костомукши. Как пишут авторы ролика, медведя заметили около одного из гостиничных комплексов. Кроме того, встречу с лесным хищником запечатлели в Петрозаводске. В районе птицефабрики был замечен резвый медвежонок, написали очевидцы. Ранее Минприроды Карелии отмечали, что сообщить о выходе хищников в населенные пункты можно по телефону, который вы видите на экране. В столице Карелии завершился четвертый всероссийский фестиваль «Фламенко на Донега». Артисты представили зрителям разные стили фламенко, а также испанские народные танцы. О том, как петрозаводчане и гости города смогли окунуться в атмосферу горячих южных танцев, расскажет Наталья Ильина. Страсть, огонь, яркие эмоции и драматизм – все это «Фламенко». А еще – кастаньеты. Этот музыкальный инструмент прочно ассоциируется с образом горячего южного танца. Наталья Зайкова – участница фестиваля «Фламенко на Донега» из Санкт-Петербурга, а также постановщик и солистка спектаклей. Вместе с коллективом она представила зрителям танец с кастаньетами. В принципе, люди, которые танцуют фламенко еще и с кастаньетами – это такие, можно сказать, полноценные музыкальные инструменты, потому что они делают и перкуссию ног в виде дробей в пол, и также аккомпанируют себе кастаньетами с другими ритмическими рисунками. То есть тут повышенная координация движения и музыкальность, ритмика. Но это довольно сложно. Всероссийский фестиваль «Фламенко на Донега» объединил танцевальные и творческие коллективы Московской, Ленинградской областей, Зеленограда, Тверей, Кондобоги, Петрозаводска и других городов. Помимо разновидностей фламенко и испанских народных танцев, артисты представили индийский танец Апсара. «Фламенко» – это мультикультурное понятие. Здесь и восток, и юг, и север, и запад. То есть очень много корней. Как я сказала, один корень – это цыганский корень. Именно культура Индии, так как цыгане пришли из Индии. Дальше это арабский корень во фламенко есть. Есть афроамериканский корень. Есть даже латинско-американское влияние именно на фламенко. Поэтому говорить, что фламенко – это культура Испании – это, наверное, очень узкое понятие. Это понятие мультикультурное. Фламенко удалось перенести петрозавощан и гостей города в атмосферу горячих южных танцев из неожиданно холодного мая. Наталья Ильина, Алексей Локтев, Служба новостей. Сотни да, печатив паспортах и официальный статус семья. На международной выставке в форуме «Россия» на ВДНХ открылся Всероссийский свадебный фестиваль. В один день мужьями и женами стали более 300 человек из разных регионов страны, в том числе из Карелии. Перед официальной регистрацией брака будущие молодожены вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем прошли по выставке «Праздничьим шествия». На свадебном переполохе в Москве побывала и наш корреспондент Наталья Кузьмина. 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи. Сегодня здесь на ВДНХ свои отношения официально регистрируют более 150 пар из разных регионов России. И среди них молодая семья из Карелии Виктории и Павла. Виктория, Павел, почему здесь, почему сейчас? Решение к нам уже давно пришло, но именно в 2024 году это было как знак год семьи и что мы должны уже это сделать, осуществить нашу мечту. Укрепили наши семейные узы вместе со всеми регионами России, с парами, с прекрасными. Прежде чем молодые скрепили свой союз узами брака, для них провели экскурсию по международной выставке форуму «Россия» на ВДНХ. Виктория и Павел Петрозаводчане вместе уже пять лет. Познакомились на работе, но помимо профессиональной деятельности их объединила любовь к спорту, путешествиям и активному образу жизни. Я изначально увлекалась велосипедным спортом, Паша тоже приобрел себе велосипед, да. Также мы бегом занимаемся, вместе проводим время с пользой. Также активно занимаемся туризмом, с палаткой въезжаем на велосипедах по Карелии. К месту торжественной регистрации брака 151 пара из разных уголков страны прошла массовым шествием от арки главного входа ВДНХ до главной уличной сцены выставки «Россия». Громче! Голоски слышу! На Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ в один день родилась 151 семья. В январе именно здесь президент России Владимир Путин объявил о старте года семьи в стране. Молодых поздравили звезды отечественной эстрады, концерт стал сюрпризом. Но на этом подарки не закончились. Павел и Виктория вернулись к стенду Республики Карелия, где их уже ждала начальник отдела ЗАГС Петрозаводска Элина Щелина. Ну а какой же праздник без подарков, сюрприз от имени Республики Карелия. Мы вручаем вам сертификат на путешествие в Россию. Вот на этом углу, которая здесь указана. Пока молодые решили съездить в деревню Рубчила, откуда родом Павел, чтобы отметить свадьбу в деревенском стиле с родными и близкими. А чуть позже уже начнут планировать свое путешествие. Ребята, есть ли уже какие-то мысли, куда отправитесь в свадебное путешествие? Да, хотим еще раз поблагодарить за такой прекрасный подарок предельства Республики Карелия. И мы вдохновились павильонами регионов на ВДНХ и хотим теперь это все посмотреть вживую. Уже есть план. Наша съемочная группа вас тоже поздравляет. Ну а с вами были Наталья Кузьмина, Дмитрий Усиченко, семья Ермолаевых, служба новостей, Москва. Это были все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова